Следующий вопрос от Андрея. Как к вам относились судьи и вообще как вы реагировали на критику? И с кем из экспертов тебе было труднее всего работать? Труднее всего было работать с сектором. Он действительно строгий критик. Он кулинар с большой буквы К. К критике я относилась абсолютно нормально. Я наоборот пыталась сделать какие-то выводы для себя, что-то прийти перечитать. Я не падала в панику, не начинала плакать, как некоторые, что вот меня наругали. Нет, я всё выслушивала достойно, делала себе какие-то пометочки в голове. Приезжали в лагерь, и я просто работала над собой. Работала над тем, что я неправильно сделала, как можно улучшить то или иное. Но этот, конечно, такой мужик строгий. С ним было тяжелее всего. А с Николаем точно не удалось? Ой, я с Оля. Угинает не ему. Да, с Николаем у нас всё нормально. Да, с Николаем мы нашли как-то общий язык. И я не боялась него критики, потому что он даже, когда критиковал, он делал, что он любял. Он улыбался всегда, говорил, вот, Юлечка, вы там то-то, то-то. И улыбаясь при этом. Да, если я стоял там грозно, как-то вот там бровь поднимал, то Николаша, он наоборот, он улыбаясь, он всё делал через улыбочку. И если вы пересмотрите все эфиры, в основном ко мне подходил Николай. То есть на одиночный конкурс, а ко мне никогда не подходил Татьяна, никогда не подходил Эктор. На одиночный конкурс ко мне подходил Николай. Поэтому моя душа была спокойна, что даже если он меня покритикует, даже если надеет на меня чёрный фартук, то это будет всё через улыбку, через какие-то обнимашечки и так далее. А с Татьяной каком работала? Татьяна тоже такая. Татьяна человек настроения, знаете, вот если у неё хорошее настроение, она вот больше похожа на Николая, да, она больше так тоже с улыбочкой, подойдёт, расскажет, подойдёт, объяснит. Если у неё плохое настроение, то лучше вообще не попадаться на глаза, просто вот так вот отворачиваться, это хуже ещё Эктора. И у меня было, когда мы готовили деткам, я тушила кролика в молоке. Кстати, изумительный кролик получился. Богом клянусь, это вообще, это пальчики оближешь. И она увидела, когда я наливала молоко на одном из кусочков, ну я не знала, там, наверное, миллиметра два поджаренного мяса. А так как детям нельзя жареное, оно не сгоревшее было, оно было просто поджаренное. А так как детям нельзя жареного, и это было всего на одном кусочке. Я всё перебрала, это была, и она стояла, я не помню, во что это я в эфире или нет. И она стояла, Юля, как вы могли это допустить, Татьяна, ты на одном кусочке, этот кусок сразу выбросила. Она, это же дети, вот тогда у неё не было настроения, конечно, у неё влетело по полной. Но кролик получился отменный вообще. Но вы с Татьяной после проекта не пересекались вообще, ну? И с судьями тоже. Нет, после проекта, когда меня выгнали, когда меня не выгнали, я называю это словом, дисквалифицировали, потому что выгоняют за блюдо, меня не за блюдо выгнали, меня дисквалифицировали за драку. Меня сразу увезли, меня и Шмеля, Женьку сразу увезли, потому что все боялись, что мы просто добьём недобившую. И нас, к нам приставили человека, нас посадили в маршрутку, не в маршрутку, а в автобус наш, увезли, нам сказали собрать вещи. И меня поселили в гостиницу, поэтому я до финала Татьяну не видела, ну, ни судья, никого вообще не видела. На финале там оставалось буквально 3-4 дня, меня не отправили домой, потому что смысла не было мне ехать в Артёмовск, да, это очень далеко. Я всё это время, 4, кажется, дня жила в гостинице. И на финале я увидела Юлю Шелудько первый раз, она до конца не была на финале, не знаю, по каким причинам, понятия не имею, по каким причинам, она не всегда сидела до финала, до конца финала. Увидела Татьяну, увидела Эктора, но мы на эту тему не разговаривали. То есть эта тема для нас была закрыта, и я не жалею о том, что я сделала. И многие спрашивают, если бы ты знала исход, ты бы её не ударила. Нет, если бы я знала исход, я бы получила кейтин, потому что я бы его получила 100% в день, а потом бы просто ударила. Всё равно бы ударила. Потому что я повторюсь, что когда трогают мою маму, и когда говорят, что я недостойна на сети имени Юля, и говорят, что я вообще ни на что недостойна, что я бычка, что бла-бла-бла, всего-всего. И потом, как после дохода камеры, вообще сказать, что ты только языком умеешь. Ну, человек боялся конкуренции, это 100%. Она добилась того, чего она хотела добиться. Но она бы просто так не говорила, великое, правда, что я её сейчас выведу, она меня побьёт и его дисквалифицирует. Если это было сказано, ещё до драки, когда она ещё стояла на балконе. Последние минуты, когда уже она начала просто выводить меня, да, и всё. А как вы вообще относились к личкам, которые участники дали друг другу? Замечательно относилась к личкам, и никто из нас, кроме губатой, на них не обижался. Ну, почему она не губатая, если она губатая? Ну, объясните, почему не карета, если я карета? Ну, почему БДСМ, не БДСМ, если она БДСМ? Ну, понимаете, почему он толстый, не толстый, если он толстый? Ну, поэтому у нас все клички, мы не то, что мы не сидели, у нас не было там запланировано собрания, что мы сидели, вот, назовём, наверное, губатой, губатой. И записали там. Да, нет, такого, конечно, не было. Это было всё спонтанно, допустим, я после, в первых конкурсах, в первых эфирах был конкурс, когда нам привязывали, пристёгивали наручниками девайсы, и показали, что я из-за Горька сорвала голос, на самом деле я сорвалась за Левензон, потому что я кричала уже там, Левензон, беги ко мне, у меня там всё горит. И я потеряла голос, я вообще не могла разговаривать, то есть я хрипла. И мы выходим, ждём интервью, как у нас очередь, после конкурса мы выходим, и Чернобыль, Ирка начинает петь песню, и что-то там, а у неё ни слуха, ни голоса, Ирка, прости, со Швеции, бачишь, мы, бьешь, ну, ничего, буду у тебя в Чернополе скоро. У неё ни слуха, ни голоса, и я стою, осипшим голосом, просто у него нету, говорю, Чернобыль не поет, у тебя ни слуха, ни голоса нету. И потом Шмель включает шансон, а я люблю шансон, и там играла песня, а какие у нас северные ветры, я со своим безголосием вообще абсолютным, я стояла, а какие у нас северные ветры, и всё, и Шмель говорит, а ты, говорят, классно поёшь, как карета скрипит, всё. Всё, и вот это дело пошло, по карету скрипит, карета, карета, потом меня короновали, мне набили ручкой купола, Рома, Борода, набил мне купола, да три купола у меня было, бдс набила Рома Грехи, черно был там Сатана на ноге, ну, в общем, мне набили купола, короновали, и сказали, что я не просто карета, а карета Виталевна, вот, поэтому, когда меня назовут каретой, я говорю, для кого карета, для кого карета Виталевна. А ваши родные так называют вас? Кареты, да? Нет, только участники и поклонники, много даже в обращениях пишут Карета, ну пишите, люди, вы не подумайте, что никто из кличек не обижался, ну действительно, ну никто, ну кроме Юлечки Шелочкова, красавица. Можешь меня называть, да? Нет, муж меня каретой называет Зачий Котик, Медвежонок, Лисичка, как угодно, но еще каретой он ее назвал, я бы тоже какой-нибудь придумал. Кстати, Андрей спрашивает по поводу мужа, как твой муж реагировал на то, что ты обнималась с Николаем Кищенко? Мой муж изначально, я рассказывала эту историю уже много раз, но повторюсь еще раз, изначально, когда еще до того, как я подала, написала анкету, запомнила, мы лежали с ним и смотрели передачу «Свитские житя» с Катей Исачей, и там был ролик про Николая, и там спрашивали как раз, занято ли ваше сердце, есть ли у вас там подруга по жизни, он говорил, что нет, я холостяк, я одинокий, но у меня уже есть кто-то на примете. И я просто в шутку тогда, я помню, мы лежали с ним на диване, я в шутку говорю, так это же он просто знает, что я скоро анкету заполню, я у него буду на примете. И с этого, ну как бы, пошел наш юмор. И с первого дня, когда, на самом деле, это все случайно случилось, да, когда я там его обняла, не обняла даже, когда я проходила кастинг, я обняла Эктора, обняла Татьяну, а Николаю просто пожала руку. И я просто сказала, ой, Николаша, а вы такой, такой, ну прям вот такой. И все, это как-то все началось, и это было нисколько, ну это был как сценический образ. На самом деле, между мной и Николаем, естественно, если кто не понимает, не было ничего никогда и быть не может. Я замужняя, да, он публичный человек, и поэтому с первого дня, когда мне прикрепили это амплуа, что я должна была якобы влюбиться в Николая, да, хотя этого не было, я с первого дня позвонила мужу и все рассказала. И как бы просто дальше подыгрывала, это даже не сценарий был, это просто, ну действительно, вошло в традиции с ним обниматься, это просто были провокационные какие-то вопросы журналистов, да. Николай действительно мне нравится, но он нравится мне не как мужчина вот в сексуальном каком-то там объекте, как сексуальный объект, а он мне нравится как человек, как кулинарный наставник, да, просто как друг. Бессомненно, люди, ну пол Украины за ним сопли пускают и слюни проливают, ну почему бы нет. И просто я дальше начала это поддерживать, и эту традицию начала поддерживать, это было уже известно, что когда одиночные конкурсы обязательно он ко мне подойдет, и что у нас будут обнимашки. И я думаю, вам было интересно и нам было интересно. Поэтому муж мой вообще адекватно на это реагирует, и извините, если бы меня муж бы ревновал, или там какие-то мне там ультиматумы ставил, да. И когда родственники приезжали, мне даже сама муж сказал, что ты не забудь, у вас традиция, он твой талисман, ты должна подойти его обнять. И я при мужа подходила, обнимала Николая, то есть все нормально. И мне даже муж сама говорит, это твоя традиция, он твой талисман. Потому что я была, как это сказать, слово подобрать, у меня было рекордное количество, скажем так, белых фартухов. То есть у меня был всего один черный фартук, когда Юлечка красавица была кротом и надела на всех черные фартуки. И потом я уже была рекордсменкой, да, мы сначала с Шелудькой красавица шли вдвоем, у нас было по одному фартуку, когда там, допустим, у Толстого уже было пять. И потом уже у Шелудьки было два, у меня один, потом уже у Шелудьки третий стал, и у меня только второй появился. То есть у меня в принципе черных фартуков не было. И как муж говорит, это потому что ты с Николаем обнималась. Поэтому он был моим талисманчиком, таким ангелочком, хранителем. И действительно я считала, думаю, так обнимался. А какие-то романы и любовные были между участниками? Нет, на проекте однозначно никаких. Ну, может быть, они сильно явно как-то скрывались, но открытых романов не было ни с кем вообще. То есть мы были одной семьей, действительно. Я Шмеля считаю и считала своим братом, да. То есть мы могли спокойно там остаться в одной комнате ночевать, заснуть, да. Там читали допоздна книги и там понасыпали все. Мы могли там пойти на речку вместе в выходной скупаться. Но мы были как семья просто. Конечно, нашу семью не все посещали. У нас был такой вот избранный клан, да. Туда не входила Юля. Она никогда с нами не находила общего языка. И очень редко к нам подсоединились рыжие. Так все остальные. Мы были действительно там семьей. И мы любили друг друга. И любим до сих пор. И общались, общались, общаемся. Общаться, наверное, будем. Дай Бог. Каждому здоровья. И даже с тем же толстеньким. Я же говорю, толстенький привет. Вообще люблю тебя. Потому что я когда даю интервью, всегда просто привет. Толстый люблю тебя. Прошел вопрос от Людочки во время онлайна. Если бы можно вернуть время назад, Вы бы пошли на мастер-шеф? И сделали бы все то, что происходило на проекте? Или все же исправили бы ситуацию? Вы знаете, когда меня только дисквалифицировали, я была уверена, мне задавали этот вопрос, я была уверена, что нет, я никогда не по таким предлогам не пойду на мастер-шеф, если бы знала, как тяжело, как на самом деле очень тяжело. находиться и все эти конкурсы, и это переживание, это настолько нервы. Но сейчас, по истечению времени, когда мы уже отдохнули, когда мы уже побыли дома, когда уже все, мы уже с родственниками, когда уже забывается вот это вот недомогание, вот эта вот усталость, вот это вот все забывается просто, проходит, то, думаю, наверное, пошла бы. Изменить? Нет, я ничего бы не изменила. Ну, кроме, я уже повторюсь, что, скорее всего, я бы сначала, я просто, ну, опять-таки, вы понимаете, я такой импульсионный человек, как можно было молчать на все то, что мне высказывали. То есть, Юля до последнего думала, что это все вырежут с кадра, то есть, в кадре не покажут, да, что, просто покажут, как она расплакала, что я ее ударила, ну, просто. Ну, что я или Винзо не побила, да, или там Марину не подошла, там не торцанула ее, не побила там, не знаю, там, Нану не побила. Хотя, много было ситуаций, когда в конкурсе, не за конкурсом, а в конкурсе, просто люди раздражали, там, чем-то не делились, да, что-то не давали, хотелось там, просто сказать, наорать под этим. Ну, никого не побила, тут раз, шелудку побила, ну, какая я плохая. И, скорее всего, я постаралась бы дождаться, когда у меня вот этот китель, и потом сделать свои грязные делишки. Вообще, были такие моменты, за которые стыдно, когда вы пересматривали проект по телевидению? Нет. Какие-то сцены? Вам все, да, понравилось? Абсолютно. Мне не понравилось немножко, как показали меня, с какой стороны, потому что мне придумали такой образ, да, то есть, включают комментарии, где только я прикалываюсь над кем-то, да, или я там кого-то обсуждаю, не показывают комментарии, где я говорила, какая у меня команда молодец, кого-то хвалила, кому-то говорила, там, респект и уважуха, я так бы не смогла. Это все не показывают, получается. У меня какой-то такой черный вот такой образ, да, но, значит, продюсером или кто-то там, сценаристом было видней, как с какой стороны меня показать. На самом деле я очень добрый и лояльный человек, и очень прошу не путать лицемерие с открытостью. То есть человек может быть совершенно одним, а на камеру сидеть и говорить, Боже, я такая гарна, я такая вродлива, там, все-таки гарны, все-таки… А я человек, который говорит всю правду в глаза, и все знают это, и ко мне все привыкли, я не буду никогда лицемерить. Если я думаю, что ты непутевая, то ты непутевая. Если я думаю, что ты классный, то ты классный. И я никогда не хожу, за глазами не говорю. Поэтому я все это говорила в камеру, и говорила в кадре, и это чаще всего вставляют. А прийти и сказать, да, все-таки вот, все-таки гарни, мне никого не обозвать, чтоб тебя зритель полюбил, ну, зритель же не знает, какой ты на самом деле. А много таких было участников, которые на камеру одни, выключаются кнопки и абсолютно другие? Да, немного, но были. Немного. Их можно пересчитать вообще на двух-трех пальцах одной руки. Именно называть не будем? Ну, одного мы уже знаем, да, а остальных не будем. Такой вопрос. А после мастер-шефа не было депрессии? У меня нет. У меня депрессии не было, потому что мне отдали китель, мне его дали не съемочно, мне его отдал не ектор, но мне дали китель, и я домой приехала в китель. И депрессии не было, потому что я, наверное, не уезжала домой, потому что меня сразу поселили в гостиницу, я там прожила какие-то там четыре дня, и сразу был финал. Я не успела задепрессировать это все время. За эти четыре дня, пока я жила в гостиницу, ко мне приехала куча людей, мне позвонило еще больше людей, все меня поддерживали, все были со мной, очень многие были со мной солидарны. И не было у меня такого периода, допустим, как у других участников, что они поехали домой, находились дома и начали депрессовать. Да, у меня такого не было. Во-первых, я вернулась домой после финала, я сразу начала открывать свое кафе, у меня свой изначально был бизнес я интернет-провайдер, то есть у меня сейчас две работы. и как Юлечка один раз высказалась, что я завидую ее внешности, Юляшка, не, не завидую на самом деле, и что нельзя завидовать богатым людям, а просто забыла спросить, кто богатый? Поэтому я стою на ногах спокойно, у меня два бизнеса, и я сразу уткнулась в работу, то есть я начала заниматься кафе, я начала сразу делать ремонт, я начала сразу попали полностью, отдала себя работе. И я отдохнула буквально, наверное, два дня, то есть я пообщалась, съездила до мамочки, побыла на лени с мужем, съездила до свекрови, все, наверное, два дня, и все, я просто ушла в работу. Вам два дня хватило, чтобы отдохнуть? Я просто понимала, что с таким графиком, как мы прожили на Мастер Шефе, я просто не могу сидеть. У меня даже муж говорит, он не успевает побриться, а я ему уже там обед приготовлю, причем не разогрею, а реально приготовлю. Он говорит, боже, там в холодильнике лежало одно цукини, да, и три помидора, тоже тут обед заготовил. Я говорю, че, так это вообще у меня две руки сабоны, понимаете? Я еще все вижу, и уши у меня открыты. Поэтому Мастер Шеф научил делать все быстро, не раздумывая, и я просто, я понимала, что после приезда домой я не смогу сидеть. Просто сидеть и ничего не делать, это, наверное, было бы адом, какой-то сухотищей. Поэтому я сразу начала работать, и ушла полностью с головой в работу. И сейчас у меня настолько мало времени свободного, что я просто не успеваю. у меня вот буквально вчера муж вез на вокзал, когда я в Киев ехала, и он говорит, боже, когда ты будешь дома, когда ты вот просто сядешь и вот два дня побудешь дома. Я говорю, да, я не знаю, потому что у меня сейчас все, праздники идут, мне надо кафе открыть, у меня интернет-провадермента годовые отчеты сдать, и все вот это вот, все у меня такая каша в голове. Поэтому я не успеваю скучать, у меня нет депрессии, и все у меня вообще отлично. На Новый год тоже будете работать? Я еще не знаю, кафе у меня будет открыто на Новый год, но буду ли я там присутствовать, я не знаю еще пока. Просто Новый год это домашний праздник семейный, и, скорее всего, я его проведу со своими близкими очень друзьями, со своей семьей. Ну, я не исключаю тот момент, что я буду его проводить в своем же кафе. Мария спрашивает, под кем книгам Вы изучали кулинарию, и что можете посоветовать прочитать и изучить? Я очень советую это Селезнево прочитать, это безумный писатель, он явно описывает, в основном он пишет про десерты, но есть книги, которые он пишет про основные блюда, очень он помог мне, он во всех деталях, и если Вы найдете именно книгу, а не в интернете, потому что я не скачала его один раз в интернете, там были не очень там такие иллюстрации, как должны быть, а именно вот когда книга, там с иллюстрациями, прям с подачами, как это все, серверов, ну вообще Селезнев это мой кумир, наверное, ну так как все говорят, это Рамзия, читайте, смотрите, учите, тоже Рамзия это Оливер, его видео уроки, это конечно вот такой вот мастер-класс у Вас будет, обалденно, ну а Селезнев это метод, а вообще с чего началось Ваше увлечение в кулинарии? Мое увлечение в кулинарии началось с того, что я вышла замуж, да. А после этого? Да. А до этого не увлекались, да, особо? Нет, я особо не увлекались, ну как, я была, ну на уровне обычной домохозяйки, там, ну, картошечка, там, супчик, вышла замуж, и муж у меня очень привередливый к еде, то есть он у меня из списка продуктов, наверное, половину учителя просто есть не будет, и хочешь не хочешь, а приходилось ему подслуживать, да, я не знаю как это сказать, удовлетворять все его приехать, и приходилось сидеть в интернетах, читать книги, находить какие-нибудь там новинки, и он у меня еще очень, как это сказать, он у меня очень привередливый к подаче, вот именно, он любит когда это все красиво, гармонично смотрится на тарелки, то есть он не ест маленьких тарелок, ему должна быть большая тарелка в ресторане, у него должна быть все это, подача просто ресторанная, вот, ну, не путев, он не хорошо, люблю его, но вот такой вот он у меня, и он мясоед, любимый сейчас его, это медальоны, с говядиной, это после мастера-шефа у него стало, с прожаркой медиум, прожарки медиум, и вообще, он у меня еще любит очень красную рыбу, поэтому, он у меня такой вот, должно быть на тарелке очень красиво, должно быть очень вкусно, лук не ложить, это не ложить, это и хочешь не хочешь, а? эстет, такой эстет, что мама дарабаев, и приходилось читать, приходилось учить, и поэтому, так я начала, и мне это нравится, дело в том, что я прихожу даже, у меня в кафе работают свои повара, но мне нравится готовить, я считаю, что на кухне я действительно отдыхаю, то есть, я не отдыхаю перед компьютером, да, решая там какие-то там свои вопросы по интернету, я отдыхаю именно на кухне, и это, это моя жизнь, и мне это, мне это приносит истинное удовольствие, удовлетворение. А такой вопрос, что вы можете посоветовать тем участникам, которые пойдут на следующий сезон Мастер Шефа? Посоветы несколько? Мой совет, самый первый, это не бояться, ничего абсолютно не бояться, идти к своей цели, потому что, еще раз повторюсь, Мастер Шеф, это кулинарное шоу, и, если вы не уверены, что вы будете бояться камер, вести себя как-то скованно, то лучше вообще не стараться, идите к своей цели, ничего не бойтесь, никого, никто вас не побьет, никто вас не укусит, ну вылетите вы, ну выгонят вас, ну что, жизнь на этом не останавливается, зато вы приобретете бесценный опыт, бесценный опыт, постоять с такими поварами, кулинарами, как Эктор, как Татьяна, как Николай, это дорогого стоит, это, это вообще просто бесценно, и будьте сами собой, потому что, если вы будете кого-то из себя строить, или корчить, кончится это все так, что вас побьют. Спасибо за ответы, и на последок, завершающие слова для читателей ЭКП в Украине, также для ваших поклонников. Мои поклонники, читатели ЭКП Украины, я хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, я хочу, чтобы сбылись все ваши мечты, чтобы вы шли к своей цели, не останавливаясь, не озирая вообще назад, чтобы впереди была только вот одна цель, вот идти к ней идти, и конечно же это мирного неба над головой, чтобы Украина была единой, чтобы у вас было все по жизни классно, чтобы ваши родственники не болели, и конечно же много-много здоровья. Все будет смачно!